В деле о мошеннических схемах в Национальном центре переливания крови появились новые подробности. Директоры учреждения Светлану Чеботарь подозревают в том, что она взялась помочь выиграть тендер определенной компании. По данным Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД, случай касался закупки экспресс-тестов для проверки донорской крови на гепатит, сифилис и ВИЧ. Когда тендер выиграла компания, не связанная с Чеботарь, центр переливания крови отказался подписывать все необходимые документы и оплачивать полученные тесты на почти миллион леев. Затягивание привело к тому, что непроверенная донорская кровь начала портиться. Фирма подала в суд, и во время заседания Чеботарь представила фальшивые документы о том, что центр использовал экспресс-тесты из собственных запасов. Она также заявила, что компания поставила просроченные тесты. Но по данным Службы внутренней безопасности, это как раз у запасов центра истек срок годности. Разговоры Чеботарь на эту тему с подчиненными были записаны правоохранителями. Еще один эпизод связан с закупкой и установкой аппарата для платмафереза в Бельдской больнице. Открыто уголовное дело в отношении компании, выигравшей тендер. Она должна была поставить оборудование из-за границы, но нарушила сроки. Из-за этого контракт могли расторгнуть, поэтому предприниматель пошел на мошенничество. Чеботарь в ответ пообещала оформить фальшивый документ о том, что аппарат вышел из строя и передать его предпринимателю. В начале недели прошли обыски в Национальном центре переливания крови, агентстве госзакупок, Бельдской муниципальной больнице и частной Кишиневской медлаборатории. Там не ответили на наши звонки.